Музыка Я тогда еще подумал, почему так много печей вокруг Геленджикает? И вдруг догадался, что это печень не одного семья, там она тревесную, а это нужно городу. А у меня тогда еще в 2011 году, я же говорю, пришла идея, что Атлантиду я искал, ну вот она где, вот здесь город, вот здесь это технологическое оборудование для производства древесного угля, соответственно потом, впоследствии развития, например, гончарного производства здесь все есть, или какой-то плахометаллов, все там что-то такое, вот здесь все оказалось. Все это собрали. Я приехал сюда в 2014 году после этого, думаю, надо искать, что значит, надо искать сам город. А он здесь, он здесь. Пошли, я вам покажу даже потом, мы можем кое-что увидеть. Ну, разумеется, стал выяснять отношения по Торику, мне как тут сказали, Торик был, вот надо, на Торик, Торик, ну какой там был, сейчас приезжаешь, Торик около гостиницы, Чайка, там все заасфальтировано, все закрыто. Хорошо там, Анайка, по-моему, так ее звали, Надежда Анисина, она где-то в 60-х годах произвела археологические раскопки и подробнейшим образом записала все, что есть. Все, что есть на тот момент. И вот на основании этого самого, что она там описала, что она там, я это читаю, как инструкция по этому, подробной. Я понимаю, что это такое, что такое Торик, как он родился, из чего он здесь родился. Он, кстати, был, так сказать, на окраине города, и я считаю, что это был в свое время торговая точка, где шел такой обмен товарами, то есть торг. Торг между, вот пришли козы, бараны, или кого привезли, быки, валы, коровы, это все же хозяйство было, кур, вопцы. И они там туда загонялись, на время этого торгового обмена происходил этот торговый обмен, и, не знаю, на что не могли его. Намеренно какие-то предметы, керамика, металл там, если это, ткани, не в горах же есть ткань, а здесь все это, шелф-то здесь привезли, сюда, здесь с баранами развелось шерстяное или ткачество, ткаческое производство. И вот эта сумма такая создавала здесь возможность такую культурного слоя, именно как общество людей должна была породить. Я, этот ткач, а он, какой пастух, земледелие какое-нибудь есть, я сразу должно было появиться. Мы год назад там нашли на Томком мысу дикую пшеницу, ростки дикой пшеницы, она уже сейчас колоколосы отзвенела, она уже выпала. В мае мы были. В мае мы были. Понимаете, она уже цвела таким сочным, вот эта дикая пшеница была, как кована там состояние, я не, тоже не занимался этой проблемой. Но там остались корни того, что здесь было развито земледелие. Все случилось. Даже по Геленджику мы шли в мае, видели тоже. Ну, не знаю, пшеницы. Ну, она, 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 ее на нее порой не обращают внимания, но это есть любой, этот, как его, ботаник вам скажет, что это, да, это ростки дикой пшеницы. И пошло, поехало. И стал искать, ну, у кого связи с теми, то мне может что-нибудь предложить, сказать, рассказать, поэтому, да, находил здесь, да, я в Ростодио после нашей встречи, пойдем в этот клуб к ним туда и будем, опять же, обсуждать тему. Несколько дней назад я был у них и по моей просьбе, я просто указал координатные точки, где надо поискать, найти. И они туда нырнули, поискали, кроме песка ничего не нашли. Ну, это не разочарование, что там, там есть оно. Ну, представляете, за семь с половиной тысяч лет все это потихонечку сдвигался, сдвигался, и город утонул в этом слое, примерно, связанном где-то там полтора метра. Но следы остались, я вам покажу тоже. Передостройтесь, пока кофе будет. И вы увидите, что я говорю серьезные вещи. Сейчас там покопаю свое, гугли. Что сейчас? Сейчас я уже большую, на основании того, что я получил первый предварительный результат, начал уже серьезно заниматься всем вот этим местом. Я понял, что здесь находится та самая Атлантида, о которой так много говорил Платон, Солом, жрецы. Ну, я разумеется. По моей просьбе, я встретил за того парня и говорю, так и так, ответьте мне на вопрос, что находится вот здесь? Что находится вот здесь, в этом месте, там вот в этом, в начале входа в залив, то есть в бухту, вот в этом месте. Они сейчас там многие дайверы работают с клиентами, за 2 тысячи там опускают их на 1 на 16 метров, рыбок они покормят, да заспывают. Это их проблема. Я говорю, что там находится? И вот он, Валерий Егоров, он мне сказал, что он туда спустится и узнает, что там находится. Он действительно туда спустился и заявил об этом везде публично, что там находится гротой, какие-то устроенные не природой, а человеком. Ну, то есть пробитый штольник, право-влево, это все сегодня лежит на глубине 16 метров. И в этих штольнях имеются моменты, где специально разжигался огонь, некие столы, некие предметы быта, он мне рассказывал. Последняя наша встреча состояла где-то 6-го числа, он здесь работает у вас. Вот, что там некие предметы, что сейчас он большую группу работает, будет там нырять туда, подготовили специалистов. Я так понимаю, что кубанцы, они втихаря здесь готовили какие-то ответные меры, что они подготовятся, что у них создаться, наверное, группа подводных археологов. Она очень действительно нужна. Подводная археология. Ведь, представляете, в этом районе уровень воды поднялся на 16 метров. Вот он сегодня находится на 16 метров от того времени. Вот по тому и говорю, что здесь был потоп, здесь был город, когда поднялся уровень, он как раз его за тем, а Торик, он оказался чуть выше. Вот сегодняшний Торик оказался выше, буквально там на 2 метра уровень. И на этом все прекратилось. Почему я так утверждаю? В этом году я взял дома уже у себя, используя автокадовский автокад, построил трехмерную модель всего этого, участка, на простой географической карте для Линжика. Воссоздал все примерно, как я мыслил, двигаясь слоями, которые дает возможность программа автокад делать. Все у меня совпало. Все один как друг. Вы такие астероиды. Примерно, наверное, метров 80, там он чуть побольше, камень. Прилетел сюда, упал примерно вот сейчас, где в центре, вот это эллипсообразное. За бухты развалился на части. Не хочу было два. Один бух, что другой, на другой мы так разоехали. Правильно, рассыпался на два. Один рассыпался, улетел далеко-далеко, отсюда за 16 метров. А другой мы сегодня можем с живым здоровым видеть на пляже около этого аквапарка «Дельфин». Он лежит на глазах. В 15-м году я взял, отщепил от этого, мне же никто не забудет, камень долбать. То есть я взял молоток у администратора, здесь есть такая, и пошел, отколол кусочек. Потом съездил вот к этому камню, который находится в пойме реки Жанэ. Здоровый камень. И тоже кусочек отколол. Там есть возможность такая. Потом все это привез в Питер. Отнес сначала в один глубоко уважаемый институт в Сигии. Потом им показал. Отнес в горный металлургический институт, в зал минералов у них есть такой. Там тоже сравнили. Да, это, одни сказали, один материал – осадочная порода. Другие сказали, что это известняк. Ну, это прекрасно. Скажите, они чем-то отличаются друг от друга? Провели анализ. Не, одинаковый. Один кусочек-то я взял здесь, другой кусочек я взял там, а они-то не знали. И вот представляете, что здесь? Только это одно уже показало, что здесь прошел отрыв, причем такой массовый, огромный. Он образовал тут 4,5 метра длиной воронку. И после этого что погло здесь? Из-за того, что здесь как бы водный бассейн окружен водным хребтом и всем остальным. Потихонечку, со временем, все это заполнилось водой. А потом со временем прошел перелив этой воды. Ну, когда полностью. И ручеек за ручейком, день за днем, здесь получилась некая такая щель. Которую впоследствии жители города использовали как канал. Вот он, канал Платонов. Это щель. Они его благоустроили, как улучшили для своих нужд. И он заработал. Поэтому, если мы здесь ничего пока не видим, то там внизу все осталось, как было в начале потока. Еще почему я говорю парню этому, Валерию, я уверен на все сто, что туда, вода, раз вода пришла туда первую, там внизу, то, соответственно, там все осталось, как говорится. Мы видим, когда многие мокнут, мы бросаем все и бежим на берег. Так и так. Там все осталось. В том первозданном виде, который вот произошел первоначальный этап потопа. Ну, здесь, да, здесь мы фотографируем. Вот этот камень, это метеорит громадный. Вот он лежит сейчас в поле реки пощады. Совсем недалеко, да, совсем недалеко от всех этого комплекса. А другой лежит здесь. А рядом с ним третий лежит. Ну, он под водой, я буквально рядом, здесь типик, третий лежит. А так еще там по бухте, ребята, которые здесь плаватами, там еще штук 7-8. И за мысом там тоже находятся эти самые, как его, разбросанные. То есть произошел взрыв, разнеслось все, искать по горам каждый. Это неинтересно. Но самое главное, что вот здесь один, а второй, который мы, это 16 километров подсюда. По прямой. То есть разнесло тут, разлетело все. Это первое было. Второе, я говорю, как образовалась воронка. Она заполнилась водой, потом он пробил себе ход, образовался канал, который впоследствии люди благоустроили. Если судить по описаниям Платона, все совпало. Платон ссылается на салона, салон на жильцо, значит все один к одному. Жильцы сказали одному, он что-то мог потерять в своих этих, может быть в записях, может быть в памяти. Передал другому, третье. До салона, до Платона добрался это примерно до третьей инстанции, потому что еще был отец, которому туда надо что-то передать. Ну, в принципе, какие-то потери были. Но в общем, все свелось к одному. Был город, где-то рядом была вода, где-то был рядом остров, как они говорили, на котором жили эти самые. И работал канал, основной его пол, работал канал. А также были... И... Работал канал, основной его пол, работал канал. А также были... Какое-нибудь... Дераклова столбы. Вот это все, система должна была работать. И я стал искать, и все нашел. Ну, канал это раз, столбы два, город три. И я обосновался. Это технология, понимаешь? Технология рядом крутилась. Здесь была какая-то деревообработка. Кустарное производство, ремесленное производство. А соответственно, должно быть какое-то бытовое. Бытовое сообщество людей, живущих по каким-то определенным правилам. Как иначе? Если один будет делать одно, другое, другое, да и вообще право на защиту, в общем-то, куда лучше, чем иметь, чем без защиты. Ну, ладно, тебе в горах скитались там. И вот это все, что, конечно, дало развитие вот этому месту. Если строился, то есть, улучшался канал, соответственно, здесь строились какие-то помещения. То есть, дома, какой-то быт устроился, потому и появился торик. Ну, он был как пригород. А основной город находился... Ой, где же так сказать? Ну, давайте так. Вот где новый какой-то аквапарк находится. Вот там находился город основной. Там нельзя даже землю вообще никакую было ковырять. Ну, на ковырять аквапарк построили. А на самом деле он там. Вот начиная от аквапарка и вниз примерно на 300-400-500 метров. Вот эта вся зона была раньше, землеобрабатывающая, землеобрабатывающая, городообразующая. Там строились и отводы воды, и всевозможные там каналы для рошения, и все такое прочее. Взял и продавил. По моим расчетам, или как-то, по предположениям, этот метеорит должен лежать на том, на той самой перебичной породой, которая оказалась после взрыва. Что и доказалось. Буквально появился сейчас. Добавить хоть что-нибудь? Мишка, там просто еще на метеорите что-то нарисовано. А, ну да, там написано Рязань. А бабка бы читала это «Привет от Ирбунетян». Да. Привет от Ирбунетяна. И еще, продавились как раз и уперлись в горную породу что-то, то есть в природную породу. Он лежит, вот сколько лет прошло, там сто тысяч лет, или там прям миллионов, вот он лежит на этом месте, где его положение, на той самой горной, чистой породе. Весь слой снялся, он лег, и все. А вокруг него, да, стало заиливаться, а потом песочек там все. Когда я это начинал щупом проверять, идя параллельно, так сказать, стену, как раз смотрю, песок плотный-плотный, а потом раз провал, это иловый провал, потом опять, а потом раз, порода. Ну да, в нашем прошлом году мы шли по воде, обходили, по парку, по воде, ну где-то по колену была вода. А сейчас ведешь уже все свободно. Он так потихонечку скрывается, скоро его, наверное, песком замоет. Да, да, да. То есть там такой сунос получается. То есть, тот, который подводный, то есть под водой лежит, на нем можно подплыть, ему встать, там с маской посмотреть, разглядеть. Ну там что-нибудь, кроме рыбок, когда медуз пока я чуть-чуть не пищит. на чисто вечером, там уже не купаемся. Вот что у нас, идеальная бухта, которая видна. Ну для этого. Вот она сверху. Так. Так, это она сверху. Когда я ее искал, я искал то место, где хотя бы предположительно могло что-нибудь быть. И вот как раз вышел на вот этот геленджик. На этот геленджик. И мне сразу сказал, он так подходит к этому сверху. Смотри, так подходит к этому, к Атлантиде Платона. Я ее не стал искать там в Атлантиде. Ее там не было, никогда не будет. Не стал ни это. Где-то тут среди моря, среди земное море. А вот этот точно сразу попал. Вышел, глаз не мог отвести. Смотрите, что получается дальше. Даже видно, да, вот углубление. Это, да, центральная часть. Вот здесь глубина, самая глубинная точка в этом, в залии, она так черным отмечена. Видите, да? Не обратили? Не вижу. Триняли. Вот. А теперь смотрите, какая у нас пойдет дальше работа. Вот, используйте данные, которые оставил нам Платон. Там у него все измерено в стадиях. Он там описывает. Центральный остров был в стадии вот таких-то, столько такого-то размера. Потом шел канал, потом шел опять пояс вокруг этого канала, потом следующий. Я вот такую модельку наглядную сделал. И смотрите, что у нас пошло получается. Это центральный остров. Платон говорил о нем, что здесь Посейдон построил себе дворец, жил там со своей женой, там плодил детей. Одним словом, легенда такая хорошая, красивая. Вот он пошел в следующий канал. А вот так образовался весь город. Теперь границы. Понимаете, вот эти границы нехорошо простреливаются в гугле, их видно. То есть берег моря, старая граница бывшего Черного моря, и вот такая перемычка она была вырублена, эллипсная. Между правым и берем, левым, как его назвать, мысом. Толстый, сейчас тонкий. Да, между толстым и тонким мысом. И что у нас дальше то получилось? Вот примерно уже без всякой воды получается верхняя перемычка, город, который здесь, центральная часть его. Здесь-то, по всей видимости, было земледелие и все такое развитое. И вот этот канал, который был сначала сделан природой, а потом доведен до совершенства уже сами жители. Получилось, что они могли заплывать в центр своего города. Весь этот край, сообщает Платон, лежал очень высоко и круто обрывался к морю. Но вся равнина, окружающая город и сама окруженная горами, которые тянулись до самого моря, являлась собой ровную гладь. В длину она имела 3000 стадий, то есть 579 тысяч метров, а в направлении от моря к середине 2000, то есть 386 тысяч метров. Фактические размеры в длину составляли 26 545 метров, это 276 с половиной стадий, в ширину 4460 метров, это 46,5 стадий. До гребня хребта. Ошибка, да или нет. Жрецы выдали Платону опять неверную информацию с покрешностью на порядок. Ну да. Вот он хребет, вот от долины, вот круто обрывающийся берег. Представляете, как все красиво, для начала. Так, что-то у нас получилось дальше. Смотрите, я взял уже дома работая, взял карту Геленджика, здесь есть, если приблизить, сейчас он тоже. Есть уровневые отметки, но они везде в таком случае, на сколько метров, на 20 поднято. Взял этот авионикс, здесь глубинные отметки, и на основании этого построил трехмерную модель вот данного района, с горами там, со всеми остальными, со всеми. Вот пошел первый этап, там методом сплайна построил первый трехмерный слой, вот такой он красиво вышел, потом, и канал сразу прописал на место, потом этот первый слой, который лежит на географической карте, и соответственно, построил дальше трехмерную модель. вот она, без воды, воды здесь нет пока. А потом, стал манипулировать водными слоями, и пришел к интересному выводу. Ну, это просто, я говорю, где стало вдруг, все ясно и понятно. Вот он канал, вот уровень внутреннего озера, бокал, он еще озером являлся, не бухтой. Вот, вообще, это самое, черному, то есть, вода Черного моря. Хорошо, уже когда все это состоялось, имеется в виду потоп, заполнение, когда водой состоялось, видите, вот этот канал, и уровень сравнялись, и это все, что называется, произошло вот на перемычке. А за 7,5 тысяч лет назад, за 7,5 тысяч лет назад, как раз был потоп. Это четкая дата, она зафиксирована, знаете, настолько железно, что я говорю, если появятся спорщики, можно и подраться. Вот он, Торик. Видите, какой он был. Это Торик. Но это не реконструкция, это там действительно. Вот такой, примерно, архитектуры весь город составлялся. Очень интересно. Параскопом, сейчас как раз большое, то, что вот это все являлось, они являлись, как бы, можно сказать, архитектура кавказских башен, это взята отсюда. Здесь эти башни находились у входа в залив. У нас таких не ходят. Они стояли примерно высотой 16 метров и сигналили из ночи, когда люди плавали, мореплавали, подходили к этому району, горели два огня. Ночью хорошо было видно, даже звездное небо не давало, потому что это фон гор, он темный ясно видно два горячих огня, то есть два лучка света, находящие друг от друга на расстоянии 1300 метров. Такое можно видеть было с дальностью с 50 километров. И капитан имел право возможность манипулировать с помощью галшевого подхода к этим маякам. Подходили, как с ним привычно сидеть. Вот, что я вам подарю, вам руку. Спасибо большое. Вам спасибо за рассказ. Столько всего интересного знали даже и не предполагали, что столько всего нового для себя открыли в Геленджике. Мы встретились с нашими подписчиками Ириной и Юрием, которые приехали к нам из замечательного города Санкт-Петербурга, северной столицы России. И нам дали настолько интересную и обширную информацию, что заставляют даже задуматься, может быть, на самом деле в Геленджике была затеряна и всеми разыскиваемая Атлантида. Посмотрите репортаж, подумайте, никому мы ничего не навязываем, ни свое мнение, ничего, и сделайте для себя правильные выводы. Но и про дольмены, и про само образование бухты нам рассказали очень интересную историю, и всем советую ее посмотреть. Ну, а с вами был Геленджик Лайф. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на наши видео. Спасибо за внимание, всем пока, и подписчики, спасибо за то, что вы у нас есть, вы нас смотрите, и мы вам очень благодарны за все.